Шахуратва Арина, второй курс, педагогическое образование, филологическое. Лев Ашанин, Волжская баллада. Третий год у Натальи тяжелые сны, Третий год ей земля горяча, С той поры, как солдатской дорогой войны, Муж ушел сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет, Почерк в нем незнаком и суров, Он отправлен в саратовский лазарет, Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей, То надеждой, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, Едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, Как найти в нем родные следы. Много раненых братьев, отцов и мужей На покое у Волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине По тропинкам больничных дорог, И притихшая слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна, И коллегу Наталья ждала. Но того, что увидела, Даже она не понять, Не узнать не смогла. Он хозяином был ее дум и тревог, Запивалой, лихим кузнецом. Он ли этот бедняга без рук и без ног С перекошенным серым лицом? И не в силах сдержаться от горя пьяна, Повалившись кровать с головой, В голос друг закричала, Забыла она, Где ты, Леша, соколик ты мой? Но в глазах у него Два горячих луча. Что он скажет? Безрукий, немой. И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе, друга, былого жена, Пусть как память живет он дому. Вот спаситель ваш, Детям сказала она, Все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой, Горевал ее горем колхоз. Но, как прежде, Вставала Наталья с зарей, И никто не видал ее слез. Тихо в горнице Дышат в печи пироги. Но, как вдруг, Словно годы назад, Под окном раздаются Мужские шаги, Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья оглядит Со скамейки без слов, Как, склонившись в дверях головой, Входит в горницу муж, Алексей Ковалев, С перевязанной правой рукой. Не ждала? Говорит, улыбаясь жене, И, взглянув по хозяйски кругом, Замечает чужие глаза в тишине И другого на месте своем. А жена перед ним Ни мертва, ни жива, Но, как был он в дорожной пыли, Все поняв и не в силах Придумать слова, Поклонился жене до земли. За великую душу Подруги не мстят И не мучают верной жены. А с войны воротился Не просто солдат, Не с простой воротился войны. И если будешь на Волге, Припомни рассказ, Невзначай загляни в этот дом, Где напротив хозяйки В обеденный час Два солдата сидят за столом.